Друзья, всем привет! Поздравляю вас всех с майскими праздниками! Но перед праздниками в Украину всколыхнуло две новости. Первая. Европарламент принял резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если она решится на военную эскалацию против Украины. И вторая новость. Сплыла довольно интересная стенограмма разговора между бывшим мэром Нью-Йорка и адвокатом Трампа Руди Джулиани и главой Офиса Президента Украины Ермаком. Итак, первая новость, которую обсуждают во всем мире. Европа готова отказаться от газа из России, а также отключить Россию от международной платежной системы SWIFT. Сейчас мы с вами поговорим об этом более подробно. А вы подписывайтесь на мой канал, чтобы ничего не пропустить. Смотрите, друзья. Позавчера Европарламент утвердил резолюцию, которая предусматривает наказание для России в случае, если она решится на военную эскалацию против Украины. И этот документ призывает страны ЕС фактически пойти на полную изоляцию Российской Федерации. То есть остановить Северный поток-2, отказаться от российского газа, отсоединить SWIFT и заблокировать активы. А теперь давайте более детально про сам документ, который приняли в Европарламенте и к чему может привести его реализация. Итак, о чем именно говорится в резолюции. Документ призывает в случае открытого нападения на Украину Первое. Заморозить все активы в Европе представителей российской власти и приближенных олигархов. Второе. Отсоединить Россию от международной банковской системы SWIFT. Третье. Привлечь представителей российской власти к ответственности в международных криминальных судах. Четвертое. Остановить строительство Северного потока-2. И последнее. Остановить импорт нефти и газа. Согласитесь, очень жесткие меры по отношению к России. Но эта резолюция является всего лишь предупреждением. Но если ее реализуют, то россияне рискуют оказаться в полной экономической и финансовой изоляции. Если мы вспомним, то в последний раз похожую резолюцию Европарламент принимал еще в 2014 году. Тогда документ также предусматривал ограничения системы SWIFT и отказ от партнерства. Но тогда в тех санкциях, которые принимались против Российской Федерации, ограничения были значительно более мягкими. Но давайте более детально рассмотрим, к чему может привести отказ от системы SWIFT для России. По мнению многих экспертов, в случае отключения от системы SWIFT, Россия может потерять до 5% своего ВВП в год. Ведь такие санкции выкинут ее из многих рынков. Одним словом, все это приведет к тому, что все транзакции России будут очень замедлены, а некоторые будут просто невозможны. Например, под угрозой окажутся биржевые транзакции, потому что там скорость – это главный критерий той или иной операции. Для России также будут недоступны сотовые рынки. Поскольку Россия получает свои основные доходы от продажи энергоресурсов, это по ней ударит очень больно. От соединения от системы SWIFT так само выбиты Россию из многих других рынков. Например, из рынка нефти, из рынка газа или зерна. Одним словом, отсоединение России от какой-либо финансовой системы – это торговая война, которая почти сопоставима с военными действиями. Но, повторюсь, все эти ограничения окончательно вступят в действие только тогда, когда Россия решится на открытое военное действие по отношению к Украине. И, несмотря на это, многие российские эксперты утверждают, что страны Европы не заинтересованы в том, чтобы отсоединить Россию от системы SWIFT, поскольку сами европейские страны понесут большие финансовые потери. И действительно какая-то часть правды в этом есть, потому что санкции предполагают некоторый убыток с обеих сторон. Но на самом деле для торговых партнеров России этот убыток будет очень незначительным. А в целом на мировую экономику это практически никак не повлияет, потому что удельный вес российской экономики в мировой экономике составляет всего лишь 1,5%. Теперь давайте рассмотрим, к чему может привести отказ Европы от российского газа и российской нефти. В случае, если в Европейском Союзе откажутся от газа и нефти из России, то это может привести к резкому подорожанию энергоресурсов через их дефицит. И тогда придется искать альтернативные источники. Теперь смотрите. Часть российского газа в Евросоюзе составляет 40%. Но есть поставки из Катара, США и Нигерии. Кроме того, газ добывают и в самой Европе, а именно в Норвегии. То есть эту проблему можно решить. Просто придется строить терминалы для приема скрепленного сжиженного газа и наращивать его поставку. И тогда, естественно, пострадают страны-транзитеры газа из России. И к ним в первую очередь относится Украина. Но, конечно, в такой ситуации больше всех потеряет сама Россия. По данным Центробанка, продажа газа в прошлом году принесла России 25 миллиардов долларов. То есть, как ни крути, а получается, что введение таких санкций может фактически привести к коллапсу российской экономики. Однако, или пойдет на это Европейский Союз, это еще очень большой вопрос. В какой-то мере резолюция и озвученные санкции – это своего рода механизм по сдерживанию России. Таким образом, друзья, подытожив все вышесказанное, можно сделать вывод, что Европейский Союз своей резолюции дал понятие России, что в случае наращивания военных действий против Украины Россия рискует попасть в полную изоляцию и фактически повторить историю сегодняшнего Ирана. А теперь давайте поговорим о второй новости. Итак, на днях прошли обыски у Руди Джулиани, адвоката Трампа, по делу об увольнении Трампом в 2019 году посла Соединенных Штатов Америки в Украине Мария Иванович. И что самое интересное, американские силовики отрабатывают версию, что Джулиани действовал в интересах украинских лиц, а именно экс-генпрокурора Юрия Лусенко, с которым перед президентскими выборами в США Джулиани очень плотно контактировал по делам против Байдена. А также тут замешан Петр Порошенко, который лично контролировал эти контакты. Но самое интересное, что во всех этих темных делах, согласно документам, замешан и нынешний глава Офиса Президента, Ермак, уже даже опубликовали его стенограмму разговора с Джулиани в июле 2019 года, где Ермак, а он тогда был советником по международным делам, обещает начать расследование против сына Байдена. И нужно сказать, что стенограмму разговора между Руди Джулиани и Ермаком опубликовало американское издание BestFeed News. Но об этом более детально мы с вами поговорим уже в следующем видео. А на этом, друзья, у меня на сегодня все. Берегите себя и своих близких. Всем всего самого наилучшего. И до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok